Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Ольга Цыганкова, ваш преподаватель английского языка. И, как вы видите, мы сегодня поговорим о том, как можно выучить английский язык за 30 дней. Но, конечно же, вы знаете из моих других видео, что я противник всяческих супер-быстрых, супер-действенных методов, волшебных методов изучения английского языка. И поэтому вы понимаете, что это видео будет не об этом. Это видео будет не о волшебном методе изучения английского языка, который позволит вам, якобы, за 30 дней выучить английский язык, что, конечно же, невозможно. Но кое-что все-таки возможно. И за 30 дней вы можете очень-очень резко улучшить ваш английский язык. И недавно я узнала о методе, очень простом методе, который работает не только для изучения английского языка. И сегодня я хочу рассказать вам об этом методе, поделиться с вами этой информацией. Недавно я посмотрела видео на сайте, который называется TED Talks. Может быть, вы знаете об этом сайте. Если вы еще не знаете об этом сайте, то обязательно пойдите на этот сайт и покопайтесь там, потому что там очень-очень много интересного. Но на этом сайте я увидела очень интересное видео, которое называлось, если я не ошибаюсь, Try something new for 30 days. Попробуйте что-то новое на протяжении 30 дней. И автор этой небольшой речи, его зовут Мэтт Каттс, и он рассказывал о том, как он устраивает для себя 30-дневные вызовы, 30-day challenges. И суть этих 30-дневных вызовов заключается в том, что он берет какое-то действие, которое он раньше не делал, или делал, но так, время от времени, берет это действие и целенаправленно делает это действие на протяжении ровно 30 дней. То есть, начиная от дня номер 1 и до дня номер 30, он ежедневно повторяет это действие. И он рассказал, что с помощью этого метода он начал ездить на работу на велосипеде, он взобрался на гору Килиманджаро и написал роман, да, за 30 дней, всего лишь за 30 дней ему удалось сделать эти вещи. И когда я услышала это, я подумала, действительно, это очень простой и гениальный метод для того, чтобы учить иностранный язык. И чтобы заниматься бизнесом, и чтобы заниматься своими отношениями, что угодно, но мы, конечно же, поговорим о том, как изучать иностранный язык с помощью 30-дневного вызова. И я хочу спросить у вас, я хочу задать вам вопрос. Я думаю, что вы знаете ответ на этот вопрос, если вы действительно остановитесь и подумаете об этом. Я хочу спросить вас, какое есть такое действие, что вы знаете, что если бы вы делали его ежедневно, без выходных, без перерывов, ежедневно, на протяжении 30 дней, что это действие могло бы помочь вам резко улучшить ваш английский язык. И я думаю, что в этот момент, когда вы услышали этот вопрос, у вас в голове сразу появилось несколько действий. Возможно, вы думаете, о, если бы я каждый день смотрел новости на английском языке, то это бы мне помогло. Или вы подумали, о, если бы я каждый день вел дневник на английском языке, это бы мне очень сильно помогло. Может быть, вы подумали, если бы я каждый день звонил своему другу, который живет в другой стране, и говорил с ним по-английски 5 минут, это бы мне очень помогло. Может быть, вы подумали, если бы я каждый день читал одну главу книги художественной на английском языке, это бы мне очень помогло. Если бы я смотрел одно видео на ютубе каждый день на английском языке, это бы мне очень помогло. И все эти варианты ответа абсолютно правильные. И я хочу дать вам такое задание, я хочу попросить вас сделать для себя такой 30-дневный вызов, всего лишь 30 дней. Это не год, не два года, не до конца ваших дней, это всего лишь один месяц. И примите для себя решение, что этот месяц, эти 30 дней, вы будете делать каждый день всего лишь одно действие, всего лишь одно действие, одно и то же действие, все 30 дней. Всего лишь одно, пожалуйста, не делайте, чтобы это было 10-20 действий, потому что вы на пятом дне оборвете ваш челлендж. Выберите одно действие, которое вы будете делать следующие 30 дней, чтобы резко улучшить ваш английский язык. И я очень жду с нетерпением ваших результатов и ваших отзывов о том, как этот метод сработал для вас. И это и есть ваше задание, я жду ваших комментариев, я жду ваших отзывов и очень жду ваших результатов. С вами была Ольга Цыганкова, ваш преподаватель английского языка. Учите английский с удовольствием. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!